Общество Огружено какими-то деталями, какими-то вещами Понятно, да? И желать этих вещей Вот все, что требует от нас общество Желать всего этого То есть, когда ты желаешь обрести статус Статус для тебя это еще и вещи, которые означают статус Успешность это еще вещи, которые выражают твою успешность Обилие вещей на тебе, вокруг тебя Воспитывают потребителя Воспрограммируют желать что-то Желание Это все, чем мы были поглощены всю свою жизнь Попробуйте проанализировать Мне бы хотелось, чтобы вы немножко проанализировали Я хочу сделать то-то Я хочу иметь это Я хочу стать тем-то Это нормально? Это привычно для вас, для всех? Это противоположно тому, чем рожден быть человек Владение, имение, статус, достижение, успех Вот все, вот это, да? Это эгоистично Это твое Я такой-то, такой-то Это мое Я и мое Все это связано только с идеей я и мое Все эти достижения Успех, статус, популярность Они не связаны с тобой, как с человеческим существом Они не связаны с душевным состоянием Никак вообще Это не связано с тобой физиологически Общество потребления Или кто такой идеальный потребитель? Для системы, основанной на потреблении Человек это всего лишь батарейка Поэтому останавливаться нельзя Он должен потреблять, потреблять и потреблять Физиологически мы хотим время от времени иметь секс Все Мужчины, женщины, все, без исключения Устроены одинаково Время от времени вы испытываете возбуждение И вы хотите спариться Все Больше ничего не происходит с человеком Вы хотите есть, вы хотите спать Все Это физиология Физиологически в вас не заложена власть Успех Ни в ком из нас вообще Душевные потребности Нет Нет в этом потребности Никакой Фактически вы все живете той жизнью Которая вам совершенно не близка Вам просто сказали, что так должно быть У тебя должна быть семья У тебя должны быть такие-то вещи Чтобы тебе не было стыдно перед другими людьми Чтобы они тебя принимали и признавали Ты должна быть такой И в твоей жизни должны происходить такие вещи Твои дети должны закончить университет Они должны пожениться У них должна быть семья У вас должна быть, не знаю, там, дом, машина, свадьба. Раз в год вы должны куда-то ездить всей семьей. Это программа всех людей. Я утверждаю, что это неправильный путь. Это неправильное использование ресурсов. У меня есть вот такая вещичка, поэтому я непростой человек. Вот моя вещичка, там, не знаю, там, дом, квартира, там, что-нибудь еще, там. Машинка у меня непростая, видите, какая. То есть я вот такой, я уважаемый человек, меня надо уважать. И вот этот вещизм, это все замена настоящего чувства. Это тупиковая ветвь, у нее нет развития. Это потребительство. Вас воспитывают потребители. Не творца, а потребителя. Это не одно и то же, это не то, для чего вы рождены. Посмотрите, как живут все семьи, без исключения. В зоне потребления, все. Людей запрограммировали потреблять. И там есть только скука, потому что это тупик. Это просто тупик, у него нет развития. У потребления нет развития. Вы не можете ничего сделать с тем, что у вас есть. Вы не трансформируете жизнь. Вы даже упорядочить ее не можете. Вы просто накупаете всего, в чем вы не нуждаетесь. И когда вы накупаете, приобретаете и составляете свою жизнь из того, в чем вы не нуждаетесь, но что должно вроде как быть в ней, что ты собираешься делать? Ты собираешься взращивать в себе потребителя, развивать себя как потребителя, человека, который будет все делать, чтобы добиться статуса, чтобы добиться владения какими-то вещами, домом, машинами, домами, землями, телефонами, еще чем-то. Вы начинаете свой день с того, что вы наращиваете и развиваетесь в эту сторону, в сторону я иметь или в сторону я есть. Это два разных направления. Я есть, это даст вам счастье и реализацию всего вашего потенциала. Я имею дает вам только страдания. Если вы развиваетесь в я имею, начиная с того, кто ты, с мнения о себе, с впечатления о себе, с того, что у тебя, потому что все обретается для того, чтобы утверждаться в том, кто ты и каков ты. У тебя непростая машина, у тебя вот такая машина У тебя непростой дом, у тебя вот такой дом У тебя непростая жена или непростой муж У тебя вот такой муж, вот такие дети Они непростые, они вот такие Запертость и бессмысленность всего Ты никого в ней не можешь любить, никого В этой сфере, в этой части жизни любви не существует Она объективная, эта часть жизни Она вся твердая, как скала И есть очень живая и гибкая, открытая часть жизни Я есть называется И вот с самого утра, с самого пробуждения Нужно понять, куда ты идешь, в чем ты живешь Ты живешь в этой области Становление себя кем-то, самоутверждение, подтверждение своего статуса, который ты формируешь. Это все здесь. И мертвое. Нет, не существует ни любви, ни счастья в этой жизни. Там существует успех. Почти гарантированный успех. Но мертвый, которым невозможно насладиться. Это как будто бы помидоры, которые вы сделали из камня. Так вот это означает тот самый выбор, который ты сознательно делаешь прямо при пробуждении. Ты пойдешь жить среди статусов, имения, владения и кем-то становления, либо ты живешь в ощущениях и движешься как на парусах. Говорю все о такой жизни. О жизни, когда ты есть. Когда в первую очередь ты есть. А все остальное вторично. В этой области жизни тебя нет. Есть все, есть очень много чего. Но тебя нет, нет счастья. Всех людей программируют вот на эту часть. Чтобы вы покупали, 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 брали кредиты, покупали, инвестировали. Сейчас очень модно, да, там, что люди инвестируют во что-то, люди обманывают. Во что вы инвестируете? Вас кинет крупная компания. Они все кинут, они всегда кидают. Посмотрите историю экономики самой крупной рыночной страны США. Всегда людей кидали. Всех, всех людей все время кидают, называют это кризисом. Кризис экономики. Случайных кризисов экономики не бывает. Людям говорят, инвестируйте в облигации, инвестируйте в то, инвестируйте в акции, это то, то. А потом и закрывают это. То, куда люди инвестируют. Люди туда вложили деньги, это распадается, деньги остаются тому, что мы называем государством. Государство – это корпорация. В том, что мы хотели бы считать государством, и как нам внушают, что такое государство, такой системы не существует. Это миф. Не существует того, что работает для нас и на нас, на людей. Такого нет, нет такого государства. Все люди работают на некую систему. Но для того, чтобы люди работали на эту вот систему, мертвую, для этого вас воспитывают потребителями. Просто потребители, чтобы вы тупо что-то хотели обрести и жить так, как другие. Вот у других страничек в Инстаграме такая, у тебя тоже должна быть такая. И желать этих вещей, вот все, что требует от нас общество. Желать всего этого. Субтитры создавал DimaTorzok